Судя по всему, дорогой Радий Фаритович и его правительство не смогли стартануть в рабочую неделю правильно. В понедельник Хабиров объявил о том, что оперативного совещания в правительстве не будет, не объясняя причин, и злые языки, коих в республике становится сейчас все больше и больше, и в скором времени их количество сравняется с количеством жителей самой республики, так вот эти злые языки заговорили о том, что, наверное, у Хабирова на морозе вертолет не завелся. Вероятнее всего, конечно, это не так, потому что кроме вертолета у Хабирова есть еще целый арсенал дорогостоящего люксовского транспорта и возможности перемещаться в пространстве. Но, в общем, причины какие-то случились, и оперативное совещание было перенесено с понедельника на вторник. Соответственно, вы увидите первый регулярный выпуск «Открытой политики» в 2023 году сегодня в среду. Но, собственно, этим башкортостанцам воистину не угодишь. Вот есть Хабиров – плохо, нет Хабирова – плохо. В общем, может быть, дело не в самом Хабирове, может быть, еще в чем-то дело, но вот такое вот тотальное недовольство. Своё вступительное слово к оперативному совещанию Хабиров начал с приветствия в адрес Азамата Абдрахманова, который, наконец-то, вернулся в лоно правительства и теперь будет вице-премьером, да еще и будет исполнять обязанности Азата-солдата Барданова, а именно курировать внутреннюю политику. Ну, собственно, Хабиров высоко оценил вклад Абдрахманова в дело победы на Донбассе, упомянул о том, что лидеры вот этих вот вновь обретенных территорий очень благодарили Абдрахманова за вот этот вклад и прочее-прочее бла-бла-бла. Но пока лично для меня и для многих остается неразгаданным загадка о том, что насколько, вернее, животворяще действуют вот эти поездки проштрафившихся чиновников на Донбасс, насколько они отмывают их запятнанную репутацию, насколько им восстанавливают эти треснувшие карьеры. Время, конечно, покажет. Есть вероятность того, что вот подобные командировки и подобные поездки вообще могут негативно сказаться на карьерах и судьбах этих самых чиновников, но, тем не менее, пока эта практика ширится, и прострафившиеся чиновники, вот такие, как Абдрахманов, это человек, который помнится нам своим поведением на горе Куштау, своим вот этим, ну, так скажем, прямо беспредельным поведением на горе Куштау, вот этим матом, этим разбрасыванием палаток. Вот насколько эта поездка на Донбасс ему исправит репутацию, я не знаю. Конечно, честно говоря, на меня он производит очень удручающее впечатление. Безусловно, поездка на Донбасс и в те регионы специальной военной операции не может изменить характер человека к лучшему, соответственно, наверное, ничего хорошего нам от Абдрахманова ожидать не приходится. Продолжая тему СВО и Донбасса в своем вступительном слове, Хабиров сообщил о том, что у него буквально вот на днях состоялась большая поездка на Донбасс, как он ее назвал. Он заявил, что настроение ребят очень хорошее, говоря о мобилизованных и добровольцах из Башкирии. И... Одна из главных задач – нам помогать. Так и будем делать весь этот год. Тем самым неожиданно, может быть, даже неожиданно для самого себя, Радий Фаридович спрогнозировал длительность специальной военной операции, ну, по крайней мере, так, как он ее видит. То есть, судя по словам Хабирова, она может длиться весь 2023 год и, возможно, продлиться еще дольше. Также Хабиров в своем вступительном слове заявил, что он собирается и намерен встречаться с представителями культурной элиты Республики Башкортостан не чаще одного раза в два года. Но обязательно один раз в два года. Ну, это тоже, собственно, прозвучало, как некий прогноз. С этими самыми элитами Хабиров встретился буквально на днях. И, соответственно, следующая встреча должна случиться через два года. Из чего мы делаем логический вывод о том, что Хабиров остается у нас в Республике на следующий срок, потому что через два года – это 2025 год. Это за пределами срока его полномочий, который заканчивается в 2024. И тут мы видим уже сформулированное желание остаться главой Республики Башкортостан. Много было разговоров о том, что Хабиров уходит туда, Хабиров уходит сюда, Хабиров уходит на Донбасс, в Москву, там еще куда-то. Судя по всему, никаких серьезных предложений на сей счет дорогому Раде Фаридовичу сделано не было. Перспективы сменить род деятельности у него сейчас никакой. И, соответственно, он сейчас будет, как он сам говорит, биться за власть, ее захватывать, завоевывать и удерживать настолько, насколько он это сможет сделать. Есть, конечно, масса проблем для того, чтобы Хабиров оставался у власти в Республике Башкортостан еще и на второй срок, но при этом существуют и факторы, которые могут помочь ему остаться. Об этом у нас будет еще время поговорить. У нас впереди, в общем-то, полтора года до момента, когда начнутся активные избирательные процессы на пост главы Республики Башкортостан. Я думаю, что в течение этого срока мы все чаще и чаще будем говорить о перспективах, о планах Хабирова. Но, в общем, вот в этот раз мы впервые услышали от него конкретно заявление, пускай и косвенное, о том, что он остается и в 2025 году планирует быть главой Республики Башкортостан. Первым вопросом оперативного совещания был доклад Елены Анатольевны Прочаковской о том, как дела у Елены Анатольевны Прочаковской. Ну, заранее было очень интересно, какие способы оправдания и отмазывания властей применит Прочаковская на фоне того, что в новогодние праздники, конечно, ситуация была, прямо скажем, напряженная. Множество природных и не только факторов работали против репутации властей. Тут и снег, и мороз, и хаос, и прочее, и прочее. И какие-то не очень обдуманные действия администрации и муниципалитетов. В общем, Прочаковская, конечно, была поставлена задача сложной, ей нужно было сформулировать так, что все было более-менее ничего, но получилось у нее, прямо скажем, так себе. Используя замысловатые словосочетания типа «должны отдать должное», госпожа Прочаковская сообщила вкратце, что снег практически не сисился во дворах Уфы и Стерлитамака, о чем было более тысячи обращений только из одной Уфы. Ну, что часть жителей, вставшие с колен страны, встретили новогодние праздники и сам Новый год без отопления воды и электричества. Также Прочаковская подтвердила то, что дороги страны, которая пытается нести новый миропорядок всей планете, в Новый год зачастую были оснащены снежными заторами, заносами и всякой наледью. В общем, речь идет о том, что дороги были очищены скверно, и об этом тоже очень много жалоб. Ну, а транспорт работал с гигантскими перебоями, прямо скажем, работал хаотично, за что торговка шторами из Красногорска очень так мягонько выписала отеческое «Ай-яй-яй» Башавтотрансу и погрозила пальчиком с колечком. График выходного дня не всегда понятен жителям, когда они в выходные дни расслаблены, хотят уехать со своим родным и близким. Был ряд поручений Башавтотрансу, в частности, для дальнейших выводов уже в другие праздники. Прочаковская всячески избегала каких-либо категорических формулировок, хотя, собственно, только они были уместны для того, чтобы характеризовать то, как были организованы вот эти каникулы в республике Башкортостан, как работала власть в эти дни. Очень много, конечно, нареканий. Она сама не отрицает, что был всплеск жалоб. Но, тем не менее, вынуждена была подать дорогому Раде Фаридовичу более причесанную картинку, чем она есть на самом деле. Выслушав Прочаковскую, Хабиров многозначительно обозвал холодную погоду чрезвычайной ситуации. Ну и никого, собственно, ругать и наказывать не стал. А то, что за неделю в республике Башкортостан был рекорд гибели людей в пожарах, ну, Хабиров объяснил это все, собственно, безответственностью самих погибших. Ведь не повод же включать, как он сказал, что попало, если вам всего лишь отключили отопление и электричество. Вот вам, пожалуйста, температура. Люди начинают включать все, что попало, и, соответственно, горят люди. Ну, потерпели бы 30-градусные морозы. Не могли, что ли, потерпеть? Ну, сразу безответственно начинают греться около печек. Ну, естественно, в итоге пожары и гибель людей. То есть, Хабиров здесь в свойственной для российской власти манере обвинил во всех проблемах людей самих же людей. То есть, это сейчас очень симптоматично. Это у нас происходит везде и всюду. Так что, ну, Хабиров тут, собственно, ничего не изобрел. Не умея никак объяснить иначе и не желая признаваться собственной беспомощности, власти сейчас предпочитают обвинять потерпевших в том, что они, что с ними что-то случилось и у них какая-то беда. Вторым штатным докладом оперативного совещания был доклад министра здравоохранения господина Рахматулина. Он доложил о том, как прошли новогодние каникулы у министерства здравоохранения. Ну, доклад был достаточно таким коротким, сухим и забиловал цифрами. По поводу ковида Рахматуллин заявил, что 346 335 человек заболевших, 149 на данный момент в больнице, амбулаторно лечится 1456 человек. Странным образом удвоилось количество коек, которые зарезервированы для ковида у Рахматулина, 430, из них 35% свободны. Цифры никак не бьются сами с собой. Давайте посчитаем, 65% от 430. Собственно, это у нас 280 коек должно быть занято. При этом Рахматуллин сообщает, что у него занято 149 коек. 149 человек лечится в больницах от ковида. Ну, то есть 280, 149? Ну, никак. Ну, 131 койка у него куда-то делась. Ну, да ладно. Мы привыкаем уже, в общем-то, к тому, что статистические данные наших министров в их докладах ничего общего с реальностью не имеют. Настораживает из доклада Рахматулина то, что рост заболеваемости ковидом по федеральным данным составил 43% в месяц. Но, тем не менее, никакой тревоги Рахматуллин не высказал. Собственно, обвиненный в самом конце 22-го года в нерасторопности Рахматуллин засыпал Хабирова всевозможными статистическими данными и цифрами. Тут были десятки тысяч приемов больных в каникулы. Сотни счастливых пациентов, героизм медиков, работавших в каникулы. В общем, ну, все чудо-чудо-чудо-чудо. И Хабиров остался сдержанно довольным. И, похоже, ему хочется самому верить в то, что всего лишь за неделю при помощи объезда близлежащих клиник господин Рахматуллин, используя лукавую статистику в своих докладах, смог реанимировать башкирскую медицину, больше не предпринимая никаких усилий. Ну, тут, как говорил Пушкин, я и сам обманываться рад. Хабиров, судя по всему, очень хочет, чтобы Рахматуллин ему вот это вот все время докладывал. Единственное, что этому препятствует, конечно, это то, что в реальности уровень медицинской помощи по республике Башкортостан неуклонно снижается. Доступность врачей, особенно узкой специализации, стремится к нулю. И, соответственно, ну, как говорится, здесь шило же в мешке не утаишь. Люди же по своему собственному опыту понимают, на каком уровне находится медицина. И когда они слышат вот такие бравурные доклады, ну, многим становится противно, а многие начинают испытывать и более серьезные эмоции. Так что долго вот этой благости существовать не удастся, через какое-то время опять где-нибудь прорвет. Далее последовал триединый доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Первой докладчицей была Ирина Александровна Голованова. Она сообщила о том, что в каникулы произошло 10 крупных аварий с отключением ресурсов более чем на 8 часов, а также 80 отключений электричества, которые она связывает с аномально низкими температурами. На данный момент, подчеркнула Ирина Александровна, в республике Башкортостан нет ни одного дома, который был бы отключен от центрального отопления. То есть отопление есть у всех. Но прошу наших зрителей обратить внимание на это заявление. Если у кого-то дома отключено отопление, то сообщите нам, и мы опровергнем заявление госпожи Головановой. Также Ирина Александровна рассказала нам, что всего за все каникулы произошло в республике рекордное количество отключений. 202 раза отключали всевозможные ресурсы по республике Башкортостан всего лишь за вот эти 8 дней. 167 раз отключали электричество. 21 раз отключали холодное водоснабжение. 6 раз отключали отопление. 4 раза отключали горячее водоснабжение. И также 4 раза отключали газоснабжение. Причем речь идет о районах разного размера, разного масштаба. Где-то это десятки домов, а где-то сотни, а где-то тысячи. 202 отключения ресурсов за 8 дней. Собственно, о чем это говорит? Это говорит о критическом состоянии в системе ЖКХ по республике Башкортостан. Также, оправдывая то, что мы видели собственными глазами в эти каникулы, госпожа Голованова рассказала нам, что за 3 дня января выпала аж месячная норма осадков. Ну вот, буквально вчера они нам еще рассказывали о том, что выпало 67% месячной нормы осадков. Теперь уже стало 100% месячной нормы осадков. Ну, собственно, это еще раз иллюстрирует то, как спокойно, вольно обращаются с цифрами наши чиновники, понимая, что никто ничем не может измерить и проверить их бред. Они вот несут такую вещь в собственное оправдание. Ну, собственно, Голованова на все лады расхваливала героизм своего ведомства, в частности, героизм в борьбе со снегом, упрекала жителей республики Башкортостан в том, что они беспечно расставили свои автомобили по дворам и помешали ей, Ирине Александровне, одержать окончательную победу над стихией. Ну и, конечно же, не приминула госпожа Голованова упрекнуть управляющей компании, которые не исполняют обязанности самой Головановой и не чистят снег на прилежащей территории. А также не все управляющие компании информационно сообщали жителям об уборке дворов. Кроме того, не всегда была своевременно организована работа по уборке снега управляющими компаниями. В этой связи госжилонадзором с 4 января проведены выездные проверочные мероприятия. Осмотрено 1183 двора, объявлено 85 предостережений управляющим компаниям о недопустимости нарушения обязательных требований правил благоустройства. Из них две трети приходятся на город Уфу. Перекладывание с больной головой на здоровую это основная задача сейчас всех наших министров. Закончила свой доклад Голованова тем, что заявила что на дорогах как раз ей удалось стабилизировать ситуацию. Видимо, речь шла именно об уборке снега после снегопадов. Тут, говорится, нам судить стабилизировала ли она обстановку, насколько были почищены дворы. Насколько я понимаю они вообще почищены не были. Судя по докладу госпожи Прочаковской Хабиров как-то обреченно выслушал Голованову, попросил глав муниципалитетов почему-то не доводить ситуацию до катастрофической. Почему-то вот об этом заговорил Хабиров. Речь пошла о том, что он просил глав заранее извещать правительство республики о критических ситуациях с отоплением, чтобы не дошло до массового переселения людей из замерзших домов. В морозные дни несколько многоквартирных домов управляющие компании отработали неправильно. Был мороз большой и можно было потерпеть все-таки. Они слили воду и соответственно была история, что несколько тысяч людей нужно было расселять в школах и так далее эвакуировать. Поэтому до этого доводить нельзя. Не знаю, что уж там мерещится радио Фаридовича, а может он что-то знает, чего мы не знаем, но вот предвещает он нам такие большие неприятности. Вторым докладчиком, как вводится в этом триедином докладе, был министр транспорта и дорожного строительства, ныне это господин Колебанов Александр Владимирович, он сообщил нам, что за новогодние каникулы в республике произошло 59 ДТП, в которых пострадало 76 человек и, к сожалению, 10 человек погибли в этих ДТП. Это довольно-таки много. Хабиров опять что-то там порассуждал на тему, что нужно добавить камер, что они очень хорошо работают, очень помогают от ДТП. Хабирову не вдомек, что на самом деле абсолютное большинство ДТП, как правило, напрямую или косвенно связано с качеством покрытия дорог, с дорожным полотном, с тем, как оно очищено от снега, льда и прочих неприятностей. И вот именно в эти каникулы в основном, конечно, машины вылетали с дороги либо сталкивались по причине ненадлежащей очистки от льда и снега. Третьим докладчиком был Фарид Рифович Гумеров, предводитель нашего комитета по чрезвычайным ситуациям в республике Башкортостан. Он начал издалека со своих достижений прошлого года, чтобы, видимо, не расстраивать заранее дорогого главу республики. Начал Фарид Рифович со статистики смертности на пожарах. Он сообщил нам, что в 2021 году в пожарах в республике погибло 278 человек, а в минувшем 2022 году на 46 человек меньше, то есть 232 человека. Однако за 9 дней 2023 года уже сгорело 15 человек в пожарах, что втрое превышает средний показатель 2022 года. По итогам 2022 года достигнуто сокращение смертности в всеразвращаемых ситуациях на 7 человек, на водных объектах на 2 человек и максимальный результат достигнут сокращение смертности при пожарах, а именно на 46 человек, суммарно 55 человек. В текущем 2023 году с 1 по 9 января произошло 169 техногенных пожаров, при которых спасен 51 человек. К сожалению, еще 15 человек спасти не удалось. Между тем, Гумеров утверждает, что за минувший год 913 человек были спасены при помощи мини-сирен, которые так успешно и настойчиво распространяет МЧС по территории Республики Башкортостан. Однако для меня лично примерный факт, что эти люди обязательно бы погибли, не услышав они эту сирену. Какое-то количество из них спаслось бы своими силами. Так что тут господин Гумеров очевидным образом лукавит. Четвертый доклад оперативного совещания делала тоже госпожа Голованова. И она нам рассказала о реализации проектов победителей конкурса проектов создания комфортной среды в городах. Федеральный конкурс, в котором участвует Башкортостан вот уже теперь уже четвертый год. Ну, тут что называется присели на любимую тему. По-моему, всем же очевидно и понятно, что именно возня вот с этой самой комфортной городской средой любимый источник благосостояния для всей команды Хэ. Ну, а собственно, главным символом вот этого распила является та самая знаменитая лиственница со склонов Арарата, которая теперь устилает всю набережную парка Кашкадан. То есть, вот, я всегда говорил и продолжаю говорить о том, что идею о том, что можно очень круто зарабатывать на благоустройстве Хабиров привез именно из Подмосковья. И, судя по всему, научил его этому трилку господин Воробьев, который давным-давно уже научился это дело проворачивать при значительно более обширных бюджетах там, в этом дорогом Подмосковье. Мы здесь как бедные и дешевые, тем не менее, теперь пожинаем плоды вот этого нехитрого знания, который Ради Фаритович обрел, недолго работая руководителем Красногорска. Собственно, Голованова рассказала нам в своем докладе, что 27 проектов победителей вот в этом конкурсе набралось уже в Республике Башкортостан с 2019 по 2022 год. Общая сумма финансирования по этим проектам превышает 2,3 миллиарда рублей. Это средства бюджетов всех уровней, там и федеральные, региональные деньги и деньги самих муниципалитетов. Зилаир, Баймак, Белорецк и некоторые другие города уже ликуют и наслаждаются зонами отдыха и парками, которые были воздвигнуты в результате реализации этих проектов. И еще десяток городов на подходе, где проекты эти реализуются. Хабиров в ходе доклада Головановой бесконечно и многократно ее перебивал, уточняя, действительно ли закончен тот или иной объект, который упомянула Голованова. В рамках проекта возвращения к истокам развития исторического... Я там, понятно, не был, и зимой там это все не видно, но вы, министерство подтверждает, что вы Баймаки закончили, а то я там долго более наше разбирался с ними. Все объекты закончили в полном объеме. Хорошо. Похоже, что он ей не очень-то и верит. Но в конце, резюмируя доклад Ирины Александровны, Хабиров напомнил Головановой о том, что не все так безоблачно, как она докладывает, и попросил проявить большую жесткость при выборе подрядчиков. Как-то нам надо все-таки более струже подходить к подрядчикам, к выбору подрядчиков. Обратите внимание. Самое, пожалуй, важное и интересное в оперативном совещании, первом оперативном совещании 2023 года оставили под занавес. Я говорю о докладе, который был сделан заместителем министра строительства Ковшовым Артемом Васильевичем, и доклад этот был о ходе реализации мероприятий по решению вопросов обманутых дольщиков в Республике Башкортостан. Как известно, в 2023 году Путин поручил полностью закрыть тему обманутых дольщиков, в том числе и в Республике Башкортостан. Хабиров об этом со страхом упоминал уже много раз, и вот этот 2023 год наконец-то наступил. То есть, как бы далеко он не казался в 2019 году, когда Хабирову было выписано вот это поручение, вот уже 2023 год пришел. Собственно, с чем мы пришли по этой тематике в 2023 году, Артем Ковшов нам и рассказал, что на начало этого года у нас в Башкирии насчитывается 39, как он выразился, проблемных объектов. Для сравнения начинали мы со 170 объектов, это 2019 год, и 106 объектов было на начало предыдущего года. То есть, за год прошедший были решены проблемы 67 проблемных объектов. В принципе, звучит неплохо. Что теперь с этими 39 объектами, которые на данный момент есть и которые нужно с ними что-то нужно решать уже в течение этого года. 12 объектов, как выразился Ковшов, завершат силами Республики Башкортостан. Тут, видимо, и финансирование достраивания домов и выплата компенсации. То есть, условно говоря, кто-то что-то где-то украл на этих стройках, а теперь за эти квартиры и за эти дома заплатим снова еще раз мы из нашего бюджета, из наших налогов. 17 объектов завершит закроет эту проблему у 17 объектов Фонд развития территории Российской Федерации. Тот самый бывший дом РФ, теперь он называется Фонд развития территорий. Собственно, это тоже, конечно, все из бюджета, но хотя бы из федерального. И вот дальше идет неопределенность в отношении 10 объектов, про которые Ковшов пока не может сказать, что их судьба решена. А именно 5 объектов ожидают пересмотра решения Фонда развития территорий о достраивании или выплате компенсации. То есть в переводе с витиеватого языка господина Ковшова это означает, что 5 объектам в Республике Башкортостан, 5 квартирным домам или комплексом домов было отказано в том, чтобы Федеральный фонд решал проблему этих дольщиков и этих домов. Еще 5 объектов ожидают решения Фонда развития территорий по выплатам компенсации. То есть резюмируем, что четверть объектов, которые на данный момент считаются проблемными по линии обманутых дольщиков в Республике Башкортостан пока никак не облагодетельствованы нашим правительством. По этим объектам не найдено решение. И даже не намечено пути этого решения. То есть это достаточно много. При этом Ковшов бравурно заявил о том, что уже 3300 дольщиков получили компенсации или квартиры. Ковшов уверенно заявил, что проблема обманутых дольщиков будет полностью решена в 2023 году. То есть это, конечно, очень походило на клятву на крови, но вот что ему остается делать? Поручение Путина надо выполнять. В целом планируем до конца 2023 года работу по старше 30 объектам завершить. Работа в графике идет. Есть, конечно, вопросы по некоторым объектам, но мы отрабатываем. В принципе, цифры неплохие погоды получились, граждане тоже это видят, слышат. Спасибо. ни слова, Артем Васильевич Ковшов не обмолвился о судьбе объекта жилищного кооператива Дуслойк-строй. Вот этого злосчастного дома смерти, откуда постоянно падают люди и убиваются насмерть, и где там вот этот странный товарищ Дементьев, вот этот вот луч. Ну, мы много рассказывали в своих выпусках об этом объекте. Так вот, Ковшов предпочел об этом не упоминать. Из недавнего общения с дольщиками этого кооператива я делаю вывод, что они уже напрямую заявляют о филированности самого Ковшова с этим товарищем Дементьевым. Я не берусь этого утверждать, но дольщики вот так считают. Хотя, возможно, что вот этот ЖК Дуслойк-строй находится в числе тех пяти объектов, которые упоминал Ковшов, которые ожидают пересмотра решения. Мы знаем, что ЖК Дуслойк получил отказ в финансировании со стороны Фонда развития территорий. Собственно, Хабиров выслушал Ковшова и отметил, что осталось еще более тысячи обманутых дольщиков по республике Башкортостан. Не могу не подтвердить, не опровергнуть эту статистику, но так сказал Хабиров. И что объектов тоже осталось много, и что расслабляться по его мнению рановато. Не расслабляйтесь, нам довольно намного. У нас больше тысячи еще дольщиков есть, поэтому надо это делать. Посмотрим. Ситуация выходит на финишную прямую. Мы помним, что очень многие пытались принимать участие в решении этой проблемы. Тут и госпожа Гайсина черным вороном ввелась вокруг этого всего, хлопая крыльями и пытаясь утвердиться в структуре правительства или где-то рядом с ним. Тут и Ковшов, которого обвиняют во всех грехах. Очень много кто этим занимался. 2023 год должен быть годом окончания вообще существования проблемы обманутых дольщиков в Российской Федерации в целом и в Республике Башкортостан в частности. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова